Фактически сжигание денег. Почему богатейший человек Европы заморозил сделку по покупке Тиффани на самом деле? Сделка миллиардера Бернара Арно по приобретению за 16 миллиардов долларов США американского ювелирного гиганта компании Тиффани & Co. оказалась на грани срыва из-за недовольства, принадлежащей Арно группы LVMH по поводу квартальных дивидендов в размере 70 миллионов долларов США, который Тиффани выплатила акционерам во время пандемии, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. На прошлой неделе LVMH поставила на паузу сделку, о которой было объявлено в ноябре прошлого года. Этому предшествовало письмо от министра иностранных и европейских дел Франции Жана-Ива Ледриана, написанное после угроз США обложить пошлинами французские товары. Бернару Арно, богатейшему человеку Европы и, по мнению аналитика фондовых рынков Джеффрис, Флавио Середы, самому влиятельному человеку Франции на сегодняшний день было рекомендовано отложить приобретение Тиффани до 6 января следующего года. Однако, по словам источника Forbes, подлинной причиной заморозки сделки стало не столько политическое вмешательство, сколько выплаты акционерам Тиффани щедрых дивидендов после объявления о сделке, которые вызвали недовольство LVMH. Выплаченные в мае и в августе дивиденды на общую сумму 140 миллионов долларов США собеседник Forbes описывает как безумие и фактически сжигание денег. На ноябрь запланирована выплата еще 70 миллионов долларов США, несмотря на возможное продление локдауна. План компании по выплате квартальных дивидендов в размере 0,58 долларов США на акцию был обозначен в официальном заявлении на момент сделки. Однако, по мнению источника, Тиффани не приняла бы решение продолжать выплачивать дивиденды во время пандемии, если бы они не собирались продавать компанию. Невозможно представить, чтобы они на это согласились, подчеркнул собеседник Forbes. LVMH не ответила на просьбу предоставить дополнительные комментарии по поводу дивидендов, но подчеркнула свою неудовлетворенность результатами деятельности Тиффани Эндкоу во время карантина. Конгломерат в официальном заявлении от 10 сентября уже высказывался по поводу выплаты внушительных дивидендов в период, когда компания несла убытки. Представитель Тиффани Эндкоу, которая в первой половине 2020 года понесла чистые убытки в размере 32,7 млн долларов США, тогда как прибыль за аналогичный период 2019 года составила 261 млн долларов США, рассказал Forbes, что LVMH было известно о дивидендной политике Тиффани. В совместном заявлении, сделанном в ноябре 2019 года, подтверждалось, что Тиффани продолжит объявлять и выплачивать регулярные квартальные дивиденды в размере не более 0,58 долларов США на акцию и в соответствии с принятой политикой. Представитель компании добавил, что Тиффани выплатила дивиденды 131 раз подряд, начав вскоре после IPO, и никогда не пропускала выплаты, в том числе во время экономических кризисов. Завтрак у Бернара. Несмотря на то, что сделка, по словам источника Forbes, еще может состояться, отношения между сторонами стремительно ухудшились за время карантина, когда бутики Тиффани в торговых центрах и ее флагманские магазины в Нью-Йорке столкнулись с падением посещаемости. Когда 9 сентября LVMH объявила о решении отсрочить сделку на 16 миллиардов долларов США, Тиффани Энд Коу ответила развернутым иском, в котором попросила суд в Делавере принудить LVMH выполнить условия договора, заключенного в ноябре, и опровергла заявление LVMH о том, что Тиффани нарушила свои обязательства в соответствии с договором о слиянии. Тиффани не согласилась с обоснованием отсрочки сделки, приведенным LVMH, заявив, что предполагаемые попытки Франции предпринять ответные меры в отношении США из-за предложенных новых пошлин никогда не озвучивались и не подвергались публичному обсуждению. Компания выразила сомнения по поводу того, было ли письмо французского министра с законной попыткой вынудить США изменить свою позицию по поводу обсуждаемых таможенных пошлин на французские предметы роскоши. «Мы сожалеем о том, что нам приходится предпринимать подобные меры, но LVMH не оставила нам иного выбора, кроме как начать судебное разбирательство, чтобы защитить нашу компанию и наших акционеров», – сказал председатель Совета директоров Тиффани Роджер Фара, когда компания подала иск. В ответ LVMH объявила, что намеревается подать собственный иск, чтобы оспорить подход менеджмента и Совета директоров Тиффани к решению кризиса, который заключается в выплате внушительных дивидендов в период, когда компания несла убытки. В заявлении от 10 сентября компания указала, что долгая подготовка иска свидетельствует о недобросовестности Тиффани в отношениях с LVMH, намекнув, что отношения между компаниями ухудшились задолго до объявления о заморозке сделки. LVMH подчеркивает, что результаты деятельности Тиффани за первое полугодие и прогнозы на 2020 год разочаровывают и оказались значительно ниже показателей сопоставимых брендов группы LVMH за тот же период. Однако CEO Тиффани Александро Больоло возражает, что фундаментальная прочность бизнеса Тиффани очевидна и что карантин не отразился на ее прибыльности. «Мы ожидаем, что наши доходы за четвертый квартал 2020 года превысят доходы за тот же период 2019 года», – сообщил он.